Что такое журналистика? Вы всегда это можете сделать в домашних условиях, или просто здесь, на гаджетах. Я считаю, что это халтура, поэтому я в этом смысле не подготовлю. У меня нет самой флешки с материалами, с сюжетами. Концепции у меня тоже нет в сегодняшней лекции, поскольку я уже озвучил тезис об удовлетворении любопытства. Я просто хочу пролить свет, такой употреблю журналистский штамп, на некоторые вещи, которые встречаю в социальных сетях, прежде всего в Фейсбуке, в которых, я так понимаю, видимо, все, многих я просто узнаю, представлены. Я периодически сталкиваюсь с выпадающим портретом нашего культового ведущего Андрея Малахова. И, как правило, там за голосом, когда Эрнст бил меня по лицу, там что-то такое, видели, да? Кто-нибудь попадался, да. Это все реклама каких-то медицинских препаратов, так закамуфлированных, что якобы Малахов был уволен, потому что он открыл глаза на лечение болезни суставов или чего-то. Там я, честно говоря, никогда даже заголовок не читаю, потому что я очень хорошо знаю всю подноготную всех этих кадровых подвижек, которые... Такие трактовки я читал в самых разных, в том числе и, условно говоря, уважаемых изданиях по поводу этих перестанков. Там все очень банально объясняется. Просто с канала России на Первый канал перешел такой менеджер по фамилии Никонова. Я с ней не знаком, это действительно очень крепкий специалист в телевизионном деле. Она из таких истиневых, то есть это такие, как я называю, телевизионные тетки. То есть это кто реально, на самом деле, делает телевидение. То есть мы видим ведущих и знаем руководителей, а телевидение делают телевизионные тетки. Как правило, это дамы без семи, то есть у них семья, собственно, это вот студия, коридоры и каналы. И как любой руководитель, она, естественно, хочет иметь, канализировать выход своих подчиненных на общее руководство. Общее руководство Первого канала, это Константин Львович Шернс в последние 2750 лет. Ее, конечно, не устраивало, что многие из ее, вновь обретенных, как бы сотрудников, подчиненных, имеют возможность открывать дверь ногой в тот же самый кабинет, куда она входит. И она просто создала такие условия, ну, в частности, для Андрея Малахова. Она заменила ему команду, то есть он проработал 15 лет с одной командой, редакторов. То есть это как семья, когда люди работают тяжело в ежедневном режиме, без выходных, иногда 12-часовой рабочий день. Они там могут друг друга не любить, как в семьях бывает, вы знаете, в семьях тоже не все друг друга любят, могут и ненавидеть. Но все равно это семья. Здесь ему просто сказали, что у него будет новая семья, то есть привели новых сотрудников, он пришел просто на запись и не увидел, собственно, родных лиц. Там все были вот новые люди. Естественно, его реакция естественная и, естественно, как бы приагаж руководства, потому что, я не знаю, кто-нибудь из вас работал, когда-нибудь начальник? Любой начальник, даже если у него в подчинении один или два человека, он не терпит, когда ему ставят условия. То есть когда ему говорят, что либо так, либо сяк. Он обычно всегда идет по известному в нашей стране популярному очень адресу. И так и получилось. Что касается Кизякова с проектом «Пока все дома», то там репутационные, как бы с одной стороны, были дела, были скандалы с этими видеопаспортами. Я не знаю, может быть, кто-то из вас слышал, что у него в формате «Пока все дома» была такая рубрика «Видеопаспорт», где бездомные дети пристраивались. Да, сироты, да. Представляете, сироты. И выяснилось, что деньги на этот проект берутся из трех разных мест. То есть две трети этого бюджета, они как бы осваиваются семьей. Ну, дело-то делается, дело благородное. И в конце концов, у меня всегда, когда мои оппоненты либерально настроены, потому что я там крымнашист, ватник и все такое, они когда говорят, что вот там воруют, вот там с Олимпиады своровали 90%, я говорю, ну, действительно, наверное, наверняка воруют, потому что это не может стоить столько, сколько это стоит, все вот эти начинающие. Я всегда привожу пример 90-х, который я очень помню, когда воровали вообще 100%, ну, то есть, когда осваили бюджет, вообще ничего не делали. Сейчас хотя бы что-то делают, то есть там, я не знаю, плитку перекладывают по пять раз, ну, она же есть плитка, мы же по ней все равно ходим. Не знаю, здесь разные, извинения, я вот оценивать плитку не берусь. Вот, поэтому, с чего это, я уже мысль потерял, почему на эту тему? А? А, пока все дома, спасибо, спасибо, да. И вот удивительная вещь произошла, вы знаете, вот это, собственно, сейчас мы к теме разговора перейдем к рейтингам, и к, как в Одессе говорят, к двум большим разницам. Эти два фактически проекта ведущих, но на самом деле проекты, они по-другому стали называться, они переехали с первого канала на второй. И все время считается, что вот у нас есть там, собственно, два канала. Первый канал и второй, разницы нет, повестка всегда одна и та же. Оказывается, есть огромная разница в аудиториях, потому что у Малахова, у него и был достаточно хороший рейтинг, у Кизякова рейтинг сильно падал, то есть его, в принципе, собирались закрывать. И, перейдя на второй канал, они оба обрели новую жизнь. Рейтинги гораздо больше на втором канале у этих обоих ведущих, потому что другая публика, на втором канале публика, может быть, «Добрый вечер». Я не хотел бы там, может, попроще или вот какой термин, но в том смысле, вы знаете, программа «Аншлаг» такая есть на втором канале, да? Ну вот, условно говоря, программа «Аншлаг», она на первом канале вот не прижилась бы. То есть вот что я имею в виду. И Петросян, он тоже бы вот не стал бы звездой первого канала, рассматривали самые разные варианты. То есть зритель, среднестатистический зритель первого канала, он чуть-чуть продвинутее, чем второго канала. И удивительная вещь, что новую жизнь обрели эти ведущие, а со второго канала на первый никто не пришел. И вот здесь я хотел бы поговорить про рейтинги, потому что вот здесь есть бывшая слушательница Наташа Московского института телевизора радиовещания Останкина. Митр, кстати, я не знаю, он существует по-прежнему институт? Я читал разные какие-то... Закрываются. Существует, да? Закрываются, то есть в процессе, потому что я недавно встречался с бывшими коллегами, они рассказали, что там какие-то подвижки происходят. Я вот рассказывал своим курсантам, потому что это курсы, поэтому это не студенты, а курсанты, что мы-то живем как бы в одном медийном пространстве, смотрим определенные как бы передачи. Нам кажется, что вся страна смотрит. Вот вокруг меня все мои коллеги, люди, которые имеют так же, как и я, допуск к цифрам, то есть к рейтингам, которые, к обсчетам, но почему-то не заморачиваются, посмотрите. Они уверены, что самые любимые передачи всей страны, это те же передачи, которые любим и смотрим мы, телевизионщики. Это «Вечерний Ургант», это «Познер», это... ну вы сами можете даже перечислить. Так вот, если мы посмотрим на цифры, мы выясним, что вот упомянутая программа «Аншлаг» не может даже сравниться близко с «Вечерним Ургантом». Рейтинг программы «Вечерний Ургант» где-то в районе от 1,8% до 2,2% всего. Всего. При том, что доля, допустим, у проектов Петросяного «Аншлага» достигает 30%. То есть это совершенно разные совершенно вечеринки. То есть мы живем, вот страна живет сама по себе, а мы, люди, которые должны заниматься как бы агитпропом и в этой стране что-то объяснять за жизнь, живем совершенно в другом как бы измерении. А? Ну, я вот не знаю, мне кажется, что вот «people have it» вот здесь вот не совсем это точно, потому что, вы знаете, Ожегов, по-моему, или кто-то из... или Даль, кто-то вот из великих, всегда говорил, что носитель языка всегда прав, что вот если носитель языка говорит, что кофе среднего рода, значит, вот оно и должно быть среднего рода. То есть «Аншлаг» ближе к народу? По-моему, угадывание, потому что собираются люди, которые... Такое есть на телевидении выражение «с математической точностью». Он говорит, мы с математической точностью сейчас все как бы рассчитаем. И вот рассчитывают все, и всем все нравится. Пилот смотрит, все это выстрелит. Нифига не выстреливает. И бывает, что выстреливают какие-то вещи, которые просто как проходные. Они ставятся в сетку, раз, и покатило. Это и плохо, и хорошо. Потому что это сразу придает там нашей работе как бы элемент игры. То есть мы как бы играем, иногда азартно. Очень. И это распространяется, кстати, не только на телевизионные форматы, но и на художественную продукцию, на сериалы. С сериалами никто никогда не может угадать, как что будет. Хотя мне кажется, что есть какой-то простой рецепт. Вот я для себя изобрю. Мне кажется, что обязательно, для того, чтобы сериал выстрелил, там обязательно должна быть сложная какая-то женская судьба. Или какая-то... Не, ну серьезно. Вы посмотрите. Есть прям отлично сработанные, режиссерские, выстроенные с детективным там каком-то наполнением сериалы, которые не катят. Потому что основная публика все-таки... Слушай, это основная публика. Тоже, как выяснилось, неправда. Неправда? Да, тоже, как выяснилось, неправда. Я люблю это. Я это называю ложь на ножки, когда раз, и пошел в другом направлении. Сейчас мы пойдем в направлении. Сегодня были обнародованы данные голосования в социальной сети Одноклассники по поводу того... Да, совершенно верно. Видели, да? Нет, я не верю, знал, что донесли. Да, вот проводились. Я, по-моему, даже посмотрю, сделали ли этот скрин. Я так офигел, что должен был сделать. Не знаю, донесли. Потому что всем надоел как бы вот пугачевский клан, который присутствует у нас. Да, сделал. Вот. И, к сожалению, вот это можно было вывести на экран, но вы мне поверьте, я вот вам по-честному просто скажу. Для тех, у кого ссылки не открываются, бла-бла, выкладываю список, за кого в будущем новогоднем телеэфире на первом проголосовали в Одноклассниках. Здесь топ-30. На первом месте ЛЕПС это как бы, ну, достаточно ожидаемо. То есть я не удивился. Ну, вот ваш Стас Михайлов, он вы знаете на каком? На 22-м месте. Ну, это первый канал, а не канал России. Что мы говорим? Да, но это Одноклассники. Им это, то есть вот это... Это Одноклассники, которые смотрят Первый канал? Они смотрят и Первый канал, и НТВ, они там как-то... Здесь это непредметно по каналу. Это старшее поколение. Да, это да. Ну, и смотрят старшее поколение. Они вообще, в принципе, основная аудитория телевидения, хорошо это или плохо, она в таблицах шифруется обозначением G55+, что обозначает, что это... Совершенно верно, да, что это женщины старше 55 лет. То есть, в общем, пенсионный возраст. Это те, кто в основном делают долю просмотров на телевидении. А как собираются рейтинги? А рейтинги существуют... Я понимаю, да, насколько они репрезентативны. Вопрос. Существует две разных системы обсчета. У Первого канала есть собственная система. Они не делятся ни с кем. Ну, ясно, что специальные обученные люди подворовывают это для того, чтобы сравнивать. Там, как это все делают? Там просто обзвоны по существу и схеме. Наверное, почти все из вас, у кого есть дома стационарный телефон, не мобильный, получали вот эти звонки. Что вы сейчас смотрите? Вот это просто выборочно совершенно подряд по базе обзвона и составляется по методике, которая у социологов существует. И которая достаточно адекватна, как меня уверяли с одной стороны и Федотов или Федоров, кто у нас социологи возглавляет. В общем, как меня вот кремлевские социологи уверяли, так и Гудков из Левада-центра, который совершенно на другом полюсе. У них совпадают более-менее все вот эти цифры. И оба меня уверяли, что процентов на 5-6 можно подкорректировать. Что сделать так, чтобы совсем была другая картина, невозможно. Что это более-менее адекватны всегда, вот эти обсчеты по этим схемам, которые у них есть. И по этим схемам они как бы составляют картину просмотров в том или ином слоте. То есть, что в этот момент, какой канал смотрит та или иная аудитория. И существуют так называемые телеметры, которые, мне кажется, менее объективны. Это просто по договоренности с гражданами. У них в их домашний аппарат телевизионный встраивается телеметр, который считывает автоматически, какой канал в какое время включается. Здесь дело в том, что, ну, я не знаю, кто-нибудь из вас бы согласился, вот и здесь присутствует, что вам поставили телеметр за какие-то там, ну, я не знаю, сколько-то там рублей. Скорее всего, что вот, ну, нет. Но он же выяснил, что вы не можете себе судить, потому что вы не сможете, потому что... Да, да, вот я об этом и говорю, что вот наша аудитория, она как бы вот здесь этими телеметрами не обсчитывается. То есть, то, что раньше называлось Гэллопом и те таблицы, которые мы получаем, они вот основаны на этих телеметрах. И, в общем, там, получается, мы имеем картину за вычетом некой, ну, вот, страты по, ну, имущественную цензу, скажем так. Опять же, социологи утверждают, что эта погрешность очень невелика, и можно ориентироваться на эти цифры. Цифры, в принципе, чуть-чуть разнятся, то, что делает Первый канал и то, что делает бывший Гэллоп. Ну, на какие-то вещи, допустим, такие, как проект «Голос», там совпадают просто всегда. То есть, проект «Голос» на этапе слепых прослушивания – это всегда там доля под 40-50%. Это значит, что почти половина тех людей, которые, в принципе, в это время смотрят телевизор, они смотрят именно Первый канал «Голос». Да, так вот, возвращаясь к «Одноклассникам». На втором месте после Голос Лепса Ани Лорак, что меня удивило, на третьем «Наргиз», а на пятом нечто «Арктик Пресс Асти». Я не знаю, вы знаете, что это такое? Вот, 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 вот. Давай прослушать. Пятое место – перед Ленинградом. Шестое место – Ленинград, восьмое – руки вверх. То есть, Ваенга на пятнадцатом. Вот Стас Михайлов – двадцать второй, Филипп Киркоров – двадцать четвертый. Веротару – двадцать пятое место. Там замыкает – это Айова. Знаете Айову? Вот. Ну, некоторые знают. Я знаю, потому что она у меня была в гостях. И когда как раз мои гостевые уговаривали, чтобы я с ней побеседовал, они говорили, ну, у нее там клип какой-то, я не помню. Что-то с мамой. А? Нет, с мамой там был какой-то. Может быть, типа набрал миллион просмотров. Я говорю, блин, у меня половина роликов передачи у нас на сайте, по миллиону просмотров. То есть, ну, как бы, разве это аргумент? Ну, вот выясняется, что аргумент, потому что она вошла, во всяком случае, в топ-30. Серебро на двадцать первом месте, тоже, кстати, обгоняя Стаса Михайлова, который на двадцать втором. Вот видите, я к тому, что у меня было представление, что Ваенга и Стас Михайлов – это герои страны, которые, так сказать, делают не только кассу, но и рейтинг. Так вот, если выясняется, что уже нет, что вот мы, я говорю, телевизионщики, а не мы с вами, в этом смысле отстаем. Так вот, про женскую судьбу. Вы знаете, я обратил внимание, не могу не достучаться ни до кого из своих, из вождей, своих коллег высокопоставленных, объяснить им, что обязательно должна быть какая-то романтическая линия. Обязательно там вот должна быть женщина, которую либо муж не любит, либо она любит женатых. Она жаждет, точка, я бы так сказал бы. Вот, а хорошо выстроенная там детективная интрига и красиво снято все это. Ну, вот, если вот этого нет, то, мне кажется, и доли нет, но не то, что меня не слушают, меня просто не спрашивают для начала. Я вот даже не знаю, ну, я могу, конечно, писать пост в Фейсбуке про это или где… Ваша идея использована в рекламных роликах фарминг-3. Все рекламные кассы, почти все, строятся на этой самой жадке автоматически. Это для меня открытие. Мой… Слабите рекламу. Вот я теперь буду смотреть рекламу, потому что как только начинается реклама, у меня рефлекс, я переключаю канал, ухожу. Ну, вот, я для себя как-то вот это вот, ну, что называется, просто вычлил. Может быть, я не прав. Хотя в глубине души, я считаю, что вот мне так обидно, я думаю, я так прав. Вот в каких-то вещах. Думаю, вот как это донести до вождей, но вожди не на той вожде. У меня вот такой эпизод был в биографии телевизионной, имеется в виду. У меня в гостях была Юлия Владимировна Меньшова, ну, лет пять назад. Она уже не была телеведущей, еще не была телеведущей. Она вот на тот момент занималась тем, что ставила постановки с участием известных очень актеров отечественных, Владимира Меньшова и Алентовой. И она как-то сказала прямо так, что вот ей так нравится вот телевизионная работа, потому что она была культовым телевизионщиком. Был такой ТВ6 канал, я не знаю, кто-нибудь из вас помнит или нет. У нее был проект «Я сама», она была командиром производства, то есть заместителем Ивана Ивановича Демидова. У нее огромный опыт и руководящей работы, очень фиговая репутация в телевизионной среде, потому что она очень требовательный человек. Она реальный профи, и она спрашивает со всех вот с позиции профессионала, поэтому очень не любит ее. Я имею в виду редактора, операторы, работники производства. И я после эфира, я сказал, Юля, вы действительно прямо вот хотите на телевизионной среде? Она говорит, вот то, что вы делаете, беседа, это вообще мое. То есть этим она мне дала понять, что, во-первых, я эти вещи хорошо делаю с ее точки зрения, чтобы она это делала лучше. И, кстати, она права, она действительно это делает лучше. То есть я считаю, что она в своем жанре просто номер один, и то, что из года от года Ттефи получает Познер, а не она, я считаю, что это просто интриги. И я говорю, ну вот, ну прям действительно, то есть я могу поговорить. Она говорит, ой, я посомоляю, с кем я только не говорила. Я так и поговорил, я руководство канала «Москва-24». «Москва-24». Говорю, вот Юлия Владимировна Меньшова, значит, сбитый летчик. Я говорю, ну может быть у нас есть, у нас прям общий холдинг, там канал доверия, может надоедать. Кому нужна Меньшова? Поскольку я с перестоечных времен в хороших отношениях с Константином Львовичем Эрнстом, вот, он у меня, когда мне говорят, какое самое большое додали свое достижение на телевидении? Я говорю, Эрнст, говорю, потому что именно я познакомил его с Александром Михайловичем Любимым, и с моей подачей он пришел на телевидение. То есть первые свои режиссерские работы телевизионные он делал в тех выпусках взглядов, которые... То есть вот, как бы я всегда так говорю, он посмеивается, но довольно так посмеивается над этим. И я отправил смс-ку, значит, Константину Львовичу, что вот Юлия Меньшова, бла-бла-бла. Он мне ответил, что пусть она... дай телефон, пусть она перезвонит. Ну вот Юлия Владимировна перезвонила, и вы все знаете, как бы результат, что она стала лицом Первого канала, и это грандиозный, я считаю, проект наедине со всеми. Опять же, куча было домыслов. Я читал в Фейсбуке, что вот ее проект закрыли. Она просто выдохлась, просто полностью, потому что она берет человека и делает вот, ну, просто с этим человеком, вот, про его жизнь. Второй раз уже этот человек прийти, собственно, ни с чем не может, потому что она его полностью отжимает. Кроме того, то есть она прошлась по всем, кроме тех людей, которые никогда не пойдут к Меньшовой. А такие есть, допустим, люди, допустим, Лановой категорически. Там, я думаю, что это вот может быть, потому что она все-таки из семьи, там, может быть, кто-то с папой когда-то что-то не поделил, кто-то с мамой. Вот, ну, во всяком случае, есть несколько, сейчас не вспомню на скидку, но Лановой я точно помню, что она меня просила с Лановым поговорить, когда я с ним для канала «Россия» писал семейный альбом. И вот он сказал, что к Меньшовой никогда. Сейчас мы вот не вспомним на скидку, ну, человек вот 10 вот из таких культовых советских звезд, которые однозначно делают цифру, они к Юлию Владимировне идти не готовы. Вот, и Юлия Владимировна фантастический человек просто вот в смысле работоспособности, в смысле вот подхода к делу, потому что если бы она сейчас стояла перед вами, то здесь бы вот и слайды были, и видео, и совершенно вот не было бэканье, вот этих всех вот этой фигни, которую вы сейчас наблюдаете, шмыганье носом и прочее. Она, если вот берется за дело, то она просто вот, действительно, вот я все время, когда готовился к эфиру, у меня был такой проект, семейный альбом, на канале России, который как раз заводился против «Пока все дома». То есть он в том же слоте стоял, это тоже был как поход домой к звездам, но только там как бы рассматривались фотографии, но фактически та же самая фигня, она, собственно, и была закрыта после того, как Кизякова вели на второй, просто два таких формата на одном канале не жаловался, и чему я на самом деле рад, мне никто не верит сейчас, ну как же, это канал России, ну не можно, а вот я вот чувствовал, что ну не мое вот это вот, как-то я там вот, ну не знаю, такой, я вообще благостный, ну там, ну совсем надо было благостно, просто вот это такой мед и джем просто, вот надо было ловаться, мне все время что-то хочется такое спросить, ну то, что не в формате, короче говоря, канала России. Вот, и я все время, когда у меня, понимал, что будет у меня визит там к тому или иному персонажу, в ту или иную семью, я из там в WhatsApp задаю вопрос. Это просто фантастика, я не знаю, как она делает. Вот я только послал сент, и мне вот приходит вот такое там на 200-300 знаков ответ, то есть скорость какая-то, это фантастика, так такое впечатление, что у меня просто заготовлено, и вот я отправила, она, ага, раз, то есть вот я не знаю, как она это делает, вот это просто фантастический совершенно человек. И она дает очень точные характеристики, во-первых, она хорошо достаточно всю эту публику знает, и прямо вот точно она всегда вот говорит, о чем не надо говорить, о чем надо говорить, просто вот в этом смысле как консультант, я имею в виду, имел просто на халяву такого консультанта, такой квалификации, и просто вот она знает, как я к ней отношусь. И сейчас, мне кажется, она, кстати, я не знаю, смотрите вы то, что сейчас вместо Малахова делает она с Галкиным. Не смотрите, да? Вот сегодня вечером, вот это, да, еженедельный проект, вот она делает теперь, и вы знаете, это удивительная вещь, потому что вот мы смотрим, мы видим двух ведущих, Галкина и Меньшову, и вот они что-то, значит, как-то кому-то кто-то нравится больше, она, кому-то он, это совершенно два разных телевизионных животных, потому что Галкин работает с ухом, то есть у него, он вообще не участвует, он произносит те тексты, которые ему озвучивает продюсер из аппарата. Он просто очень классный актер, вот действительно, это большой актер, потому что у него это выглядит абсолютно естественно. То есть если бы я не знал, как это происходит, я бы в это не поверил. Этот человек, он в этот момент не знает, он может думать о чем угодно, он может там, у него смета там может быть мотора на лодку быть в голове, он вообще не участвует, при этом выглядит лучше, чем Юлия Владимировна, вот в этом проекте. То есть потрясающий актер. Юлия с ухом не работает, так же, как вот я, я вот, я, 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 потому что вообще никакой актер, то есть я ничего не могу изобразить, и то есть, да, 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 и вот, кстати, и Малахов тоже не очень хороший актер, потому что у него на лице всегда видно, когда он так раз вот замирает на какую-то секунду, я понимаю, что ему там говорят, ел, там дети быстро там отхватили, он такой раз так, и вот он за все эти годы вот это не освоил. И с ним вот я рассказывал это своим курсантам, студентам, удивительная история. Смотрите, вот это есть этот проект БУ, пусть говорят, но он, собственно, есть по другим названиям. И на НТВ, и на России появились совершенно аналогичные проекты, причем на России это Корчевников, который лучше образован, чем Малахов, это вот факт, моложе, чем Малахов, это, это вообще медицинский факт. Там, по мне, обаятельно, у него всегда стабильные цифры были меньше, чем у Малахова, всегда. И я этому видел только одно объяснение. Андрей, он как и все люди, ну, эти вот, ну, все вот люди такие, как Малахов, он очень чувствующий, он очень искренний, он действительно переживает, вот когда там рассказывают, вот он ждет, какие будут результаты вот этого ДНК, вот ему не все равно, вот действительно не все равно. Это невозможно, то есть возможно, это можно сыграть, многие могут, но люди вот они чувствуют, вот, вот, то, что он искренний, вот ведутся на это. Это вот вещь, которую очень сложно разложить на какие-то полочки. Я для себя это сделал, видите, много лет назад, когда на Кинотавре было какое-то застолье общее, и как раз это был период, когда Андрей Державин перешел в группу «Машины времени». Он не всегда был в группе «Машины времени», как многим кажется. Вот, он был сам по себе. И в тот момент была очень популярна группа «Руки вверх», которая, кстати, вот этот список, который на «Одноклассниках» в эти топ-30 входит и опережает Стаса Михайловка на каком-то там… Что очень странно. Что очень странно, да. Мы говорим про «Руки вверх», это то, что было популярно в 90-м году. Ну вот, восьмое место. Больше половины голосовавших по «Одноклассниках» и люди моложе на «Семье». Это не «Одноклассниках», а «Моложе на «Семье». Совершенно верно. Потому что у нас есть целые регионы в стране, в которых соцсеть «Одноклассники» является доминирующей. И это, кстати, удивительное дело, потому что эти же регионы совпадают… У нас в стране есть регионы, где принимается только сигнал первого канала, где нет ни НТВ, ни говоря уже о прочих. А? А вот с «Женом» там нет? Нет, есть зато «Буррито» на одиннадцатом месте. Кто-нибудь знает? Вы знаете? Нет? А вот так «О, Буррито!» Это же как «Те самые» или «Тот самый» или «Та она»? Кто это? Я не знаю. Ну, в общем, одиннадцатое место «Буррито», а «Руки вверх» восьмой. И я у Державина спросил, я говорю «Андрей, ну как вот так может быть? Ну почему? Вот что с этими людьми? Вот они вот слушают «Руки вверх». Ну это же… Нет, как вот объясни мне? Он говорит «Ты не понимаешь. Они очень искренние. Они очень… Вот то, что они делают, они делают вот от души. То есть они не изображают ум с отцом, они вот этим живут. Это очень важно. Вот искренность – это очень-очень важный фактор, который сложно имитировать. Ну, по понятным делу, что есть умельцы, которым удается. Но которые люди очень чувствуют. Вот люди очень-очень на это ведутся. У нас есть действительно, я считаю, просто мега профессионалы на телевидении, которые умеют делать так, что кажется, что это вот у них от души или что это вот они вот этим живут. Меня в свое время поразил совершенно Сергей Леонидович Доренко, который сходил в прожектор «Пэрис Хилтон» и сказал, что все, что происходит в этом проекте, который я очень люблю, который вообще из моих любимых, я если пропущу, то я обязательно потом в сети досматриваю, что это все расписано. Потому что Цикало пишет полностью сценарий до каждой реплики, до каждого экони, до каждого поворота мизансцены, что это репетируется в течение шести часов. Каждый, да, да, нет, 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 без аудитории и без этих, это трактуется шесть часов, где каждый поворот, каждая реплика, каждый чик, потому что это выглядит как экспромт. Причем потрясающий такой экспромт, просто где вот там у Урганта, он просто вот, ну, чемпион сердца моего, потому что как вот он вот это. Это все играется, это все прописывает Цикало по сценарию, это репетируется и это отыгрывается. Потом приглашается гость, причем Поклонскую писали три раза, то есть они могут вот это. Я вот ничего не могу повторить, у меня бывает, поскольку я свои проекты телевизионные пишу на марке, на фотоаппаратах, потому что картинка другая, но там минус того, что она все время вот, ну, с батареями какая-то, так сказать, лажа, то есть приходится иногда стопиться. И мне говорят, мы останавливаемся и переписываем. Я не могу тот же вопрос свой повторить второй раз, который я только что озвучил. То есть вот у меня вот, ну, совершенно это не, не то, что мне западло, что я не буду, а ну, просто вот я вот не могу, то есть я совершенно не мог бы никогда быть никаким вообще актером. Это потрясающе, то есть там ребята мегапрофессионалы. Вот все, то есть Цикало как продюсер, мегапрофессионал, сценарист, и трое исполнителей, потому что, я говорю, все это выглядит как просто вот полный стопроцентный экспромт, и который таковым не является. И поэтому мне очень смешно, когда вот на канале, на котором я, ну, то есть у нас так, холдинг ВГТРК, мы все в штате ВГТРК, но там у каждого своя площадка. Вот считается, что я работаю на канале Москва-24. У нас там есть проект профилактика, где, говорит, у нас тут типа свой прожектор Парис Хилтон. То есть там, правда, не четыре человека, а пять сидят, а все остальное вроде только то же самое. И вот я думаю, ну как вот им объяснить, что для того, чтобы был прожектор Парис Хилтон, там должен быть Ургант и Светлаков, что вот какая бы там была красивая картинка, какая бы там не была аудитория, как бы свет был не выставлен. И шутки пишут те же самые, там, команда КВН-щиков, сценаристов, это то же самое. То есть им пишут, что тем, что этим, те же самые люди за разные деньги. Но получается совершенно в другом, потому что вот, ну, не актеры. Там нормальные, как бы там, один из ведущих профилактики, это продюсер канала Москва-24, Алексей Вершини. То есть они нормальные профессионалы, они там крепкие новостники, они там знают свое дело, но они вот, ну, ни разу не Светлаковы и не Мартиросян. И вот то, что, опять же, меня никто не спрашивает, я бы это сказал, но просто я когда вот обсуждать, почему цифры нет, я говорю, ну, ребят, ну, думаю, ну, как, ну, нет цифры, ну, и не будет цифры, пока не будет Светлакова хотя бы одного вот из этих пяти. Вот, поэтому таких вот актеров их мало, таких как Галкин и Урган, которые могут сыграть, очень естественно. А во всех остальных вещах очень важна вот эта вот искренность и естественность. Я считаю, что самый большой дефицит у нас на телевидении, если мы говорим про ведущих, это вот именно естественность, потому что человек может вот действительно, посмотрите вот на Малахова, вы, может быть, не обращали внимания, вы не должны, потому что вы, вообще, вы смотрите Малахова, может, я здесь как-то это... Никто не смотрит Малахова, ну, это же любимица страны, вы не представляете, что такое, когда картина Малахов идет к руководству, вы не представляете, Малахов идет к Добродееву или Кэрнсу, это просто, это можно снимать отдельное кино, идет Малахов, а то, фу, нет. Нет, это рассказать невозможно, нет, я сыграть не могу, это надо видеть, нет. Нет, это слов нет, там все, там вот подача.